В Сирии российские военные организуют доставку гуманитарной помощи населению. Десятки тонн продовольствия раздали жителям одного из пригородов Дамаска. Есть и новые договоренности о прекращении огня со старейшинами населенных пунктов. Но во многих районах страны ситуация остается сложной. Это касается и территорий, которые прилегают к границе с Турцией. Турецкие военные продолжают обстреливать поселки, где живут курды. В некоторых домах после канонады пол в прямом смысле уходит из-под ног. Под обстрел попала и съемочная группа Первого канала, которая работала в этом районе. Репортаж нашего специального корреспондента Антона Степаненко. Эта стена на границе Турции и Сирии появилась недавно. Турецкие власти стали ее строить по мере того, как бойцы курдской самообороны стали отжимать боевиков террористических организаций от границы. Турецким баранам уже недолго бродить по сирийской земле. Стройка идет ударными темпами. В ней за 20 анкара уже отгородила полсотни километров. Наводить свой турецкий плетень они стали ровно с того места, где границу начинают контролировать курдские ополченцы на севере провинции Алеппо. Так выглядит уже оборудованная граница. Блоки стоят настолько плотно, что даже мышь не проскочит. Для верности еще и колючая проволока, дозорные вышки, наблюдательные посты, камеры слежения и патрули на броневиках вдоль бетонного забора. Наша группа снимает. Ее минут через 15 замечают. Патруль останавливается в пределах видимости, что мы, журналисты, подтверждает и крупная надпись «Пресс». Это видят и тем не менее. Стражники турецкой границы не всегда куражатся так безобидно. Курдский поселок стоит к забору вплотную. Халиль Ибрагим показывает, чем для него это 50-летнее соседство закончилось. Гостиная со второго этажа ушла на первый. Это было ночью. Снаряд влетел в окно и разорвался в комнате. Пол провалился, а стены выстояли. Поэтому никто из моей семьи не пострадал. Курдская деревня Картмилак тоже стоит у границы. Теперь край турецкий стал еще ближе. Опасно близко. «Сколько живу, столько знаю, что границей всегда считалась середина того поля. А сейчас они ее просто пододвинули вплотную к оливковым садам. Нагло украли у нас метров 150 земли». Черный флаг с белой вязью. Знамя, запрещенное в России группировки Джабхат Ан-Нусра. Это ее позиция в местечке Касталь-Джендо. Мы снимаем из окопов курдских ополченцев. Метрах в пятистах за флагом террористов развивается флаг Турции. Здесь нет даже намека на какие-то пограничные заграждения. Блиндажи боевиков, обложенные мешками с песком и заставы турецких пограничников, мирно соседствуют. И это при том, что Турция официально объявила. Она вроде тоже не прочь, как и Россия, США и еще с десяток стран бороться с мировой угрозой. Для любого нормального человека враг очевиден – террористы. Но вот удивительная вещь. Турция с ними выступает как союзник. Когда мы пытаемся боевиков атаковать, турки их прикрывают огнем, вынуждая моих ребят отступить. Через объектив нашей видеокамеры удается неплохо рассмотреть эту идиллию отношений турецкого государства и боевиков Аль-Нусры. Это приграничный сирийский городок Езибах. Он захвачен террористами. Через него трасса ведет, собственно, к границе. Вот пункт перехода Баб-Саляма, за которым начинается Турция. А немного в стороне городок Килис. И никакого даже подобия бетонного забора на этом, казалось бы, опасном участке государственной границы. Все ровно наоборот. Доверительно открыто и прозрачно. Километровые колонны груженных фур выстраиваются в очередь на въезд к боевикам. Здесь и бензовозы, и грузовики с закрытыми наглухо кузовами. Что в них попадет террористам, знает только турецкая сторона. А чтобы никто больше не узнал и не мешал, Анкара развернула здесь тяжелое вооружение. Вот позиции танков. А вот и ствольная дальнобойная артиллерия, которая периодически стреляет. На этот раз целью турецких снарядов стал сирийский город Африн, где живут преимущественно курды. Раненых привезли сюда, в центральную больницу города. 40-летний мужчина умер по дороге. Его 16-летняя дочь скончалась в реанимации от ранения осколком в голову. Итог лишь одного турецкого обстрела, 11 раненых и трое убитых. Антон Степаненко, Артем Григорян, Александр Харьков. Первый канал. Город Африн. Сирия.